МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Юбилей любимого города посвящается городскими историками". Промышленное освоение района Верхней Колымы требовало скорейшего строительства морского порта в бухте Нагаева. В ноябре 1932 года разработан проект порта, а 9 января 1933 года организована контора строительства порта бухты Нагаева. В задачу конторы входило дать причальную линию, а также смонтировать наливные емкости для нефтепродуктов. Место для строительства порта было выбрано в северной части бухты Нагаева. Первоначально строители возводили коммунальные объекты для вольнонаемных и заключенных, прилегающих к стройке распадках. Березовый мыс, березовая роща, корейский ключ. В структуру конторы строительства порта в бухте Нагаева входили следующие подразделения. Прорабство по строительству причальной линии, прорабство по строительству ряжа, прорабство по сооружению портовой дороги, прорабство по гражданским постройкам для лагерных командировок и строек, а также четыре лагерных командировки – Корейский ключ, штрафная, Нагаевская и Березовый лес. Строительство порта в бухте Нагаева началось без подготовительных работ. Не хватало строительных материалов. За короткое время созданы лесозаготовки, которые находились в районе Корейского ключа. Расположение элементов портовой площадки и проектирование ряжа, а также составление смет производилось копдорстроем. Проектированием вспомогательных сооружений занимался портострой. В марте 1933 года начаты основные работы по сооружению ряжа и портовой площадки. Летом на строительстве порта производилась загрузка ряжа камнем, а также его укрепление откосами. Помимо этого осуществлялось строительство площадки для наливных баков. Шла подготовка к возведению дороги между портом и поселком Нагаева. Также в 1933 году на строительстве порта отсыпано 99 тысяч кубометров породы. На балансе портостроя находилось один трактор, два экскаватора, пневмокузница, четыре компрессора, токарный станок и многое другое. В декабре 1933 года пароход «Уоуэн» пришвартовался к первому ряжу, который соединялся дамбой с берегом. Размеры ряжа 21 на 12 метров и высота 16 метров. В то же время смонтированы шесть железных клапанных баков для нефтепродуктов. 29 декабря 1933 года начальником портостроя назначен Петр Буцко. В это же время контора строительства порта в бухте Нагаева передана в ведение Мортрана Дальстроя. Дальнейшее строительство порта в 1934 году развивалось за счет создания полки шириной 80 метров на склоне сопки. Ряжи строились в виде отдельных пирсов размером 22 на 22 метра и высотой 18 метров. Разрывы между ними заполнялись ряжами в виде подпорных стоек и блоками породы до трех тонн весом. Рубили ряжи из местной лиственницы. Породу брали из тела сопки путем подрыва штолен при строительстве территории порта. В январе 1934 года проводились подготовительные работы по строительству дороги. Вырабатывались плановые задания, заготавливался инструмент и другое. В 1936 году составлен эскизный проект и генеральный план строительства порта, наметивший весь объем строительства по второй очереди причальных сооружений. Ряжи возводились в виде отдельных пирсов Т-формы. Разрывы между ними заполнялись ряжами и блоками породы до трех тонн весом. Добычу скальной породы для отсыпки портовой площадки производили массовым обрушением штолен. Характер строительных работ на возведение различных объектов морского порта не позволил полностью использовать имеющиеся строительную технику и механизмы. Основные работы производились вручную. Юбилей любимого города посвящается!